Наш первый пленэр после первого курса был именно в Чернолучье. Это были самые золотые дни. Потом ножонка пошла. То есть это не я, но это часть моей души. Молодость всегда дает энергию. Хотя встречаешь иногда пожилых людей, а у них глаза горят, как у детей. Субтитры создавал DimaTorzok А вот в апреле появляются такие нотки и вот эти колебания температуры. Зато обновление жизни. Первое появление листиков, листочков. Я вчера видела уже Мачи-Мачи. Я неправильно сказала. Дорогу люблю, потому что в ней есть доля медитации. Просто отключаешься от каких-то бытовых проблем, которые у тебя были. И как бы смещаешь точку сборки. И уходишь куда-то. Люблю даже поезд. Даже если какие-то дальние такие поездки. Берешь любимую книгу. Читаешь, наслаждаешься пейзажем за окном. Ищешь какие-то моменты. И даже композиционные какие-то моменты. Джонни. Джонни говорит, добро пожаловать. Добро пожаловать в лес. Это бывший лагерь, по-моему, энергия. Сейчас там домики для отдыха. И моя курсница там работает время от времени. У нее там прекрасный пес, который охраняет все. Ее обожает, она его обожает. Место такое шикарное. И вообще, ну вообще Чернолучье это прям культовое место. Ну кто любит отдыхать. Смотрите, вот тут прекрасное место. Наш первый пленэр после первого курса был именно в Чернолучье. Это были самые золотые дни, где мы наслаждались. Я была в сборной института по легкой атлетике. И мне предлагали Адлер сборы. Но я выбрала Чернолучье и живопись. И все. И судьба изменилась. Лидия Заремба художник. Пишет пейзажи, портреты и картины в жанре ню. С 96-го года преподает в детской школе искусств номер 3. Член Союза художников России. Картины Лидии Зарембы находятся во многих музеях и галереях страны. А также в частных коллекциях в Черногории, США, Франции, Германии, Великобритании, Хорватии, Кубы и Италии. Вообще надо больше путешествовать. Но пока нет такой возможности. Сейчас это тяжело. А вообще люблю и омские места. Есть у меня ряд любимых мест в Омске. Парки, река наша. Как хорошо, что у нас есть вертыш. Спустился, сел и смотришь. Смотришь, закат, и всё хорошо. Ну вот хорошая перспектива. Река уходит. Дорога, склон и сосны. То есть тут хоть в какую сторону. Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее. Потому что этюд – это непосредственное общение с природой. И как бы можно работать по фотографии, но вот этого первого состояния, то есть его не передать. Только вот так, вживую. Субтитры создавал DimaTorzok Дорога, склон и сосны. Субтитры создавал DimaTorzok Мне старший брат, он очень хорошо рисовала. Он в художку пошёл. Значит, следом я пошла в художку. Но детство такое ахалое было. Раз у меня старший брат, то там, значит, велосипеды, хоккей, коньки. То есть, ну, полностью вот такой отрыв. И вот, ну, как бы вот тянет на подвиги. И это жизнь подарила мне тоже несколько путешествий таких. У меня был Байкал, у меня был Алтай два раза. У меня была Италия, там, больше десяти городов. В Черногории три года подряд творческая дача, где мы общались там с художниками, академиками, профессорами. И там тоже люди попались такие очень хорошие, которые, ну, например, восемь лет туда ездят, на эту творческую дачу. Они уже эти места знают. И там тоже у нас рослось несколько путешествий. Мы поднимались на горы, спускались, перегибали через там хребет, там спускались в другой город. Ну, это было настолько интересно и захватывающе. Я познакомилась там с хозяином дома. А он вообще живет в городе Вены, он нейрохирург. И он отдыхает со своими друзьями там, в этом доме. А этот дом, там, 1800 какого-то года, там, колодец. А я писала этот дом несколько раз. Мы познакомились там. Через день я уже обедала вместе с ними. Потом он показал мне внутренний дворик. Он выпросил у меня этюды, чтобы там я ему продала. Потом мы съездили, у них семейная церковь в горах. Это тоже было потрясающе, что как-то вот, когда начинаешь с людьми общаться, ну, открыто, то все получается. И в тот год я продала очень несколько там работ. И у меня образовалась какая-то сумма. И я сделала быструю визу. У меня не было тогда шенгена. И я съездила в Дубровник. Потрясающе. То есть это уже Хорватия. Мне очень понравился. Но, оказывается, у меня мечта-то была город Сплит, а он еще пять часов, то есть это место, где мы жили, это десять часов было на автобусе. Но я, если бы я знала, что я бы, наверное, решилась на этот город Сплит. Там же дворец Диоклетиана. Вот это меня давно хотело посмотреть. Ну, интересно. Но Дубровник тоже потрясающе. Какое-то было у меня увлечение графикой очень. Ну, где-то там в начале творческой жизни. Очень много занималась очень кропотливой такой работой. Тушь, перо и разные техники, монотипи и маслом. То есть, ну, такие довольно-таки тонкие работы. Потом обнаженка пошла. В какой-то период жизни прям мы сотрудничали с галереей в городе Тюмель. И прям хорошо продавалось. Это состояние женщины. Я пишу уже как бы давно. И очень много рисовала с натуры. Что сейчас могу себе позволить рисовать просто образ, который у меня создается там. А больше всего это, видимо, состояние по цвету, цветовое какое-то, цветовых отношений. Наверное, в этой позе, может быть, лучше всего человек удумается. Какие-то воспоминания нахвынули там. Иногда я даже повторяю позу, но состояние цветовых отношений, оно всегда разное. Это вот мне захотелось какой-то нежности и вспомнить, какой я была когда-то. То есть это не я, но это часть моей души. И где-то мы же всегда находим в себе и друзей, и знакомых, с которыми ты сближаешься и понимаешь, что это вот-вот-вот твое родное. Поэтому вот это состояние, оно, это же, ну, как бы я передаю свои чувства через картину, через позу, через женщину. Можно же передавать там через бурю, или там через какой-то храм, или там через пейзаж. Я недавно архивы свои пересматривала. Очень много рисунков. И я даже узнаю этих там девушек, там, кто позировал. Ну, это в основном там подруги или там знакомые. Ну, я каждый помню. Да мы же все были молоды. И я думаю, молодость, она дает всегда какой-то порыв. Почему бы нет? И я не думаю, что какие-то нравы сильно изменились, или что-то стало радикально по-другому. Кто-то был скромный, кто-то не скромный. Кто-то понимал, что это просто натура. И как бы, да, позировали. Красота женского тела. Это и когда совмещается характер и пластика. Когда вот человек, он как бы гармоничен. Ты же видишь, что он не врет. И в теле, и в глазах, и все светится. Это интересно? Да мне вообще люди интересны. Иногда просто люди даже не знают, насколько с ними интересно. Наблюдать за ними. Да даже в транспорте или где-то увидишь, и ты думаешь, потрясающе. А человек не знает, он просто живет. Он просто слушает музыку. Вот однажды ехала, и тут я вижу молодой парень, он слушает музыку, а веки у него, он, видимо, какие-то или монгольские, или там, я не знаю, какие-то там, ну, восточные какие-то. И у него настолько пластика вот этих век. Я думаю, вот потомок Тамерлана или кого-то Чингисхана или там еще кого-то, какого-то рода. Ведь он же не знает, насколько потрясающе вот в этом ракурсе он, или там прибежала в мастерскую, просто отрисовала по памяти. Мастихин. Мне в последнее время интересно работать с фактурой. Ну, я ее набираю не только мастихином, но своеобразие техники, что ты можешь и лить, и растирку, и пастозно, или прямо набрасывать эту краску, а потом опять счищать, а потом добавлять. Техника масляной живописи меня очень привлекает, потому что она дает многообразие. И можно варьировать, как хочешь. И этот процесс, он до бесконечности. Ребята, двое вот эти брун, и друг друга еще перекрывают. У меня тут захваченное пространство полностью свет. В тени. Тень холодная. Значит, подмешивая синий или фиолетовый, у нас будет черно-фиолетовый тень. Ну, после немножко даже, как художник, преукрасить, добавь, прям, хорошо читается фиолетовый, когда он кладется на белый. Ребята, уже достаточно долго, 26-27 год, возникали иногда желание сменить что-то вообще радикально. Но потом думаешь, господи, так это же все равно интересно. Это ты все время черпаешь энергию. Это идет обмен. Ты же не просто пользуешься этой энергией детской. Это идет обмен. Ты им даешь какие-то знания или умения. Они тебе возвращают какую-то энергию. Именно вот радость детства, молодости всегда дает энергию. Хотя встречаешь иногда пожилых людей, а у них глаза горят, как у детей. Это тоже потрясает. Ты выбрала декоративный стиль? декоративный стиль. Но тоже можно оттенки добавлять. Ты можешь добавить оранжевый чуть-чуть, краснокирпичный такой вот терракотный. Я однажды у музыкантов спросила, а как вот как у вас складывается, что можно ли любого? Ну, как бы ты же сама понимаешь, что гением он может и не быть, это от природы, какие-то способности сверху. А так все обучаемо. И дети, которые приходят, и у них получается больше, а затрат они меньше. А вот у детей, у которых что-то не получается, они работают, работают, и у них результат лучше, чем дети, которые а, я умею. Я умею. Так же музыканты мне говорили, вот к нам приходят, слышат три-четыре ноты, но все это развивается, или люди с великолепным, потрясающим слухом, с музыкальными корнями, а им это легко дается и не нужно. И куда-то это все так по ветру. Чуть-чуть видел глаз. Дети заинтересованы, они хотят получать какие-то знания и умения и развиваться, чтобы это применилось. У нас в этом году мы набрали восемь первых классов. Это очень много. У нас за все времена, ну, это второй раз. Обычно у нас там в параллели пять классов. А почему интересно так случилось? Ну, либо рождаемость была, либо картины стали очень хорошо продаваться и дорого стоить. Расскажите, сколько стоят ваши картины? Потому что не будем. Ценовая политика, она же разная. Какие-то картины для тебя, они бесценны. Я бы сказала, я иногда не продаю. Либо дарю друзьям, когда я потом эти же работы могу взять просто на выставку. Но я приду, я увижу, они вот, вот они вот, они пригодились, они вот к месту там живут своей жизнью. Продается, я не скажу, что хорошо, сейчас же очень трудное время. Многих совсем другое интересует. Кто-то уехал, кто-то себя оберегает, своих родных, там, детей. Ну, с другой стороны, как бы, города строятся, новые районы, значит, новые дома. Кто-то заказывает роспись, а кто-то, наоборот, приобретает картину. Кто-то заказывает портреты. Ну, заказы разные бывают же. Кто, кому пейзаж, кому портрет. Иногда странные заказы бывают. Например? был сюжетик такой маленький, такой портретик старого еврея. Надо было сделать копию, ну, с чьей-то работы. Ну, мне это было интересно. Такая кропотливая работа, чем меньше размер, тем работы больше. работала с Тюменью, с Тюменской галереей. Вот с Новосибирск, частная коллекция галерея, тоже сотрудничаю. В Новокузнецке тоже познакомились, делали там выставку, познакомились с одной галереей, там тоже продается время от времени. Изначально она очень хорошо с детства рисовала, очень, прям с малолетства. И, ну, просто я подумала, что, ну, она станет очень скромной, тихой, и, и поэтому мы ее отдали в танцы, вольно-спортивные. И этому спорту было отдано 8 или 9 лет. И на соревнования ездили, и медали, и там кубки, вот эти бесконечные тренировки, но это закалило ее характер. А потом, ну, пришлось бросить, потому что партнер мой, партнер ушел, и поискали-поискали, не, как бы, не нашли. И плавно, я говорю, давай художку. Ей попалась очень хорошая учительница, Алла Борисовна, у Литина. И она ее как-то направила, она участвовала в каждом конкурсе, там, и там через несколько лет она уже получила стипендиата мэрского, потом она поучаствовала, там, ездила на Дельфийские игры, и после этого она там еще что-то заняла, дали губернаторскую стипендию, и потом, ну, потом уже началась ее прям творческая жизнь, прям, но этот характер, вот этот бойцовский, это из спорта, вот это вот, быть лучшим, быть первым, всем доказать что-то. Я всегда рада продать свой портрет за большие деньги. Мы делали с ней вместе выставку, вот, которая у нас в Кузнецке, так, друг друга поддерживаем, и причем она, как бы, все время, как, настолько мобильный человек, такой, она мне прям какие-то дает силы, что, давай вот так, давай еще, давай еще круче. Открыть галерею, это наше непростое время, это дорого стоит. И вот эти поездки, может, со стороны кажется, что там ей помогали папа, мама. Да она все сама, она выискивала конкурсы, она участвовала там, какой-то конкурс там, в Москве Собянин, она там выиграла, ей дали право сделать там выставку, потом она еще с какими-то галереями, на винзаводе познакомилась, ну, то есть, то Красноярск, то Новокузнецк, то еще что-то. И она участвовала во многих таких и общих выставках, но это колоссальная работа, это ее работа, это не я, не папа, она всего довела сама. Если она от папы что-то взяла, то в каких-то технических планах, но она больше экспериментирует, она там льет, она там большие замесы делает. если папа это там 42 делал, то она уже там это в 18, в 19 делала. Это вы видели. А что вы вчера увидели? И еще вообще-то «Союз Конвижников»? Это изначально это складывалось, как это... Это всё-таки союз единомышленников, но это и конкуренция, потому что многие художники довольно-таки хорошие и прямо великие. Когда-то у меня была мастерская в союзе художников, главном на Лермонтово 8, и вот там я быстро нашла взаимопонимание. Все художники на этаже и на другом этаже, которые как-то все общались и как-то друг друга поддерживали. И учишься, там были пожилые. Ну, мне понравилось как бы, но здесь у меня мастерская, она меньше, но она моя. Я вытащила, потому что скоро будет выставка пленарных работ в союзе художников. И вот я посмотрела, вот тут нашла яблоню отца, я писала. И вот этот вид возле метро моста и возле Ленинградского моста. Ну, это был потрясающий закат, поэтому как-то... очень сложное небо, но прямо в восторг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok